Как похудеть при гипотериозе? Советы эндокринолога. Чтобы похудеть при гипотериозе, эндокринологи советуют придерживаться следующих правил. Не пытайтесь худеть на жестких диетах или диетах, состоящих из одного-трех продуктов. Обмен веществ замедлится еще больше, усваиваться будет очень малая доля полезных продуктов. А остальное организм переведет в жир. Не устраивайте разгрузочных дней, при этой болезни они только вредят. Диета должна быть щадящая, состоящая из мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей, каш. Следите, чтобы продукты, содержащие жиры и углеводы, не превышали в вашем питании над продуктами, содержащими белки и клетчатку. Есть нужно небольшими порциями 5-6 раз в день, последний раз за 3 часа до сна. Завтрак, обед, ужин и перекусы должны быть каждый день в одно и то же время. Составляйте так свое меню, чтобы на основные приемы пищи всегда были белки. Обязательно ешьте завтрак, например, каша на воде с фруктами, ягодами, орехами. Ваша порция должна быть такая, чтобы поместилась в открытую ладонь, если вываливается это лишнее. Вставайте из-за стола с чувством голода. Посчитайте по специальному калькулятору, сколько нужно съедать калорий согласно вашему весу и возрасту, и старайтесь не добирать 200-350 килокалорий. Старайтесь не принимать лекарства с большим количеством эстрогенной кольца, они помогают набирать лишние килограммы. Кроме диеты должна быть еще и физическая нагрузка, с утра утренняя зарядка, затем ходьба. Что можно есть, а что нельзя, чтобы похудеть при гепатериозе? Чтобы похудеть при гепатериозе, мало соблюдать основные требования, нужно еще знать, какие продукты можно есть, а какие нельзя. Можно есть морская рыба, морская капуста и морепродукты, белки, яйца, мясо индейки, курицы, нежирная свинина, говядина, баранина, творог, нежирный сыр, продукты с большим количеством клетчатки, гречка, коричневый рис, ячневая крупа, грибы, оливки, зеленый горошек, помидоры, сельдерей, малина, ежевика, цитрусовый хлеб с отрубями, ржаной, нерафинированная, растительная. Масло оливковое, кукурузное, изредка есть бобовые, фасоль, чечевица, горох, углеводы с большим количеством. Крахмала, картофель, белый рис, пшеничная и овсяная крупы, кукуруза, макароны, свекла, бананы, зобогенные продукты нельзя. Есть рафинированные углеводы, сахар, пирожные, булочки, все из белой муки, конфеты, шоколад, сгущенное молоко, консервация. С сахаром, прососу и различную консервацию колбасы, алкоголь, сладкие напитки. Что такое зобогенные продукты? Как их употреблять при гепатериозе? Есть масса продуктов, которые плохо влияют на гормоны щитовидной железы. Насколько мы знаем, при гепатериозе гормоны и так слабо вырабатываются, а мы съедая эти продукты, мешаем работе щитовидной железы. Это такие продукты побеги бамбука, есть в замороженных овощных смесях, маниока, добавляют в продукты, продающиеся под маркой, без глютена. Просто иногда мука из него используется в продуктах, именуемых без глютена. Сои продукты из нее. Ботат, капуста, брокколи, брусельская, белокочанная, цветная, каль, раби, пряная зелень, шпинат, хрен, редька и Редиска, брюква, репарапсовое масло, льняное семя, персики, груши, клубника, яблоки, вишни, сливы, нектарин, орехи, кедровые, миндаль, арахис. Казалось бы, это полезные продукты, источники витаминов. Так оно и есть. Эти продукты можно есть, но не часто, и нужно научиться правильно их употреблять, чтобы они не вредили, а приносили пользу. Как употреблять зобогенные продукты, чтобы не навредить себе при гепатериозе? При приготовлении зобогенных продуктов в микроволновке вредность их на выработку гормонов уменьшается на 50% приготовления на пару. На 75% при варке в воде около получаса почти полностью. Употребление продуктов, содержащих йод, морская капуста, морепродукты, хурма, шпинат и селен, почки, печень, яйца, отруби уменьшает вредное воздействие на организм зобогенов. Блюда с капустой есть не больше одного раз в день, 5 раз за неделю порция составляет не больше одного стакана. Если больной гепатериозом принимает искусственный гормон элтероксин или эутерокс, то зобогенные продукты можно есть примерно через 4-5 часов после приема лекарства, кроме сои и проса их нельзя. Бросьте курить. Курение очень плохо влияет на щитовидную железу и образование зоба. Какими видами спорта заниматься, чтобы похудеть при гепатериозе? После того, как вы утром встали, нужно заняться утренней гимнастикой не меньше 15 минут. Затем, если живете в многоэтажном доме и выходите на улицу по гулять или по делам, возвращаясь, не ждите лифта, а поднимайтесь пешком. Это тоже своеобразная физическая нагрузка. Каждый день желательно гулять в парке, в быстром темпе, не меньше 1 часа. Кроме этой нагрузки, людям, болеющим гепатериозом, можно заняться следующими видами спорта – плавание, йога, легкая гимнастика, фитнес-танции. Если вы раньше не занимались спортом или занимались от случая к случаю, нельзя сразу делать большие нагрузки. Иначе от непривычных нагрузок могут травмироваться мышцы или суставы. Полезно ли худеть при гепатериозе? Худеть больным гепатериозом не только можно, но и нужно. Кроме того, что вы сбросите лишний вес, вы избавитесь от следующих неприятных состояний в организме, уйдут отеки на ногах. Улучшится работа сердца и сосудов, улучшится состояние ногтей, волос, поднимется настроение и так, при гепатериозе. Можно похудеть, если придерживаться диеты, которую вам назначил эндокринолог.